Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Рубченко Вага. Я являюсь юристом Московского Союза Судоводов. И в первую очередь хочу вас попросить подписаться на тот ресурс, на котором вы смотрите это видео. Как же достали эти форумы с кучей непроверенной информации. Люди, которые читают непроверенные источники и потом приходят на консультацию и задают одни и те же вопросы. О том, что все вот так вот плохо, нас сейчас захватят и куча других вопросов, которые от реальности довольно далеки. Сегодня мы с вами поговорим про то, что будет, если ваше СНТ включат в населенный пункт. Тут недавно произошел такой звонок, позвонила женщина, спрашивая, говорит, наше СНТ хочет инициировать включение в границы населенного пункта. А правда ли, что после этого мы станем как коттеджные поселки и вместо тысячи рублей будем платить 10 тысяч рублей износа. Придет какая-нибудь управляющая компания и будет с нас по три шкуры драть за наши садовые домики. Мы вот в границы населенного пункта, у нас хорошее место. Вот что делать? В первую очередь хотелось бы сказать, что включение в границы населенного пункта это очень сложный процесс. И он требует изменения градостроительных документов муниципального образования, в котором находится ваше СНТ. И поверьте, очень мало муниципальных образований, которые хотят какой-либо СНТ включать в свои границы, потому что включение в границы населенного пункта предполагает обязательство на бюджет муниципального образования. И большинство муниципальных образований бюджетов, скажем так, не располагают лишними средствами, чтобы дополнительную территорию обслуживать. А так от СНТ налоги местные поступают, это земельный налог, налог на имущество. А расходов особо нет. Поэтому никто не горит желанием включать ваше СНТ в границы населенного пункта. Это первое. Второе. Если вас вдруг включили, ну повезло вам или не повезло, как вы считаете, то в этом случае никакой управляющей компании вам навязывать никто не сможет. Потому что управляющие компании, как организационная правовая форма, как специальный вид юридического лица, созданы для управления именно квартирными, многоэтажными постройками, жилого или нежилого назначения. В первую очередь жилого, конечно же, на квартирных домах. И в СНТ они не придут. Никто вам навязать их не сможет. Земли общего пользования садоводческих товарищей в большинстве случаев на каком-то праве были когда-то предоставлены, чаще всего в 90-е годы или в конце 80-х. Это бессрочное пользование, либо корректированная совместная собственность. То есть то, что не предполагает отчуждения или самовольного вовлечения данного имущества и данной организационной формы, как СНТ, в такое вот управление управляющими компаниями. Поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит. Коттеджным поселком вы точно не станете. Ну, по крайней мере, если сами не захотите подавляющим большинством. Поэтому живите спокойно. Если вдруг ваше СНТ решило инициировать вступление в населенный пункт, в первую очередь поинтересуйтесь, а готово ли муниципальное образование к тому, чтобы вы стали этим самым населенным пунктом. И, соответственно, какие расходы вам придется понести для того, чтобы реализовать этот план. После этого, только обтумав все эти вопросы, принимайте на общем собрании решение об инициировании или неинициировании того или иного вопроса. Продолжение следует...